И он же и синхронизирован у всех проявленных людей. Более сложная система, всё существует одномоментно здесь и сейчас, и времени фактически нет. Время необходимо для того, чтобы упорядочить и сделать движение киноплёнки того мира, что мы смотрим, из нашей психики, чтобы оно было упорядочено, чтобы оно было нормально, адекватно воспринимаемо. Это и для психики? Для психики человека, да. Потому что это, кто-то говорит, иллюзия, да? Я бы не сказала, что это иллюзия на самом деле. Это достаточно жёсткая, выстроенная система кадров. И эти кадры существуют одновременно здесь и сейчас. Они все уже сняты здесь и сейчас. И у человека при этом, в проявленном варианте, благодаря введению параметра времени, как бы появляется выбор. То есть время помогает, просто попробуйте сейчас вникнуть, я буду говорить медленно, потому что это вещь такая достаточно тяжело осознаваемая. Всё время привыкли время связывать с пространством. Оно так и есть, но это очевидная вещь. Но есть понимание того, что для того, чтобы, вот если ты углубляешься в этот процесс, для того, чтобы этот мир проявился в психике человека, вводится параметр времени, и параметр времени помогает человеку создать иллюзию выбора. Ну, представься, куча вариантов фильма снят. Всё уже существует кадрами здесь и сейчас. Всё существует на полках энергоинформационного пространства. И только в какой-то момент, благодаря существованию выбора, человек может сделать такой выбор, а может сделать такой выбор. Но информация есть о любом выборе уже здесь и сейчас в информационном поле. Немножко нужно спросить. Хочешь сказать, что есть уже элемент судьбы? Дело в том, что элемент судьбы и предполагающий, или только в этом облачении, сейчас глубже пойдём, ещё немножко глубже пойдём, чтобы понятно, откуда вообще корни таких заявлений растут. Элемент судьбы, он предполагает, что снят один фильм. И этот фильм, вот он снят, и ты его будешь смотреть бесконечно. Но дело в том, что этим и прекрасно введение времени, что снят не один фильм, а снято много фильмов. Что определяет проявление того или иного кадра в фильме? Вот это, на самом деле... Средственная выбора, да? Да, вот это такой момент, который вообще умом очень трудно берётся. Но, может быть, чтобы уму было легче принять это дело, и чтобы внутреннему критику было легче принять то, что у вас сейчас в голове происходит. Смотрите, как работает механизм. Мы же кроме тела здесь ничего не проявлены. У нас есть только тело. И мы можем исходить из того, что мы имеем. То есть вот я смотрю, и то я лицо своё не вижу, да? Я ведь вижу свои руки, свои ноги и так далее. Всё остальное я езжу в этом теле, я играю в этом теле. Кто-то сидит за клавой и управляет, да? Информация, почему я получила именно это тело в этот фильм? Она записана была в ДНК, в игре, которая была предыдущая игра. На самом деле предыдущая, опять-таки, это иллюзия времени. Оно всё уже снято, и всё есть. Есть вот варианты игр, и по этому варианту можно пройти, по этому, по этому, по этому, по этому. Согласно генетической информации, которая записана у нас в ДНК, благодаря набранным очкам в прошлой жизни мы имеем вот такое тело с такими-то заболеваниями, с такой-то кармой, с такими-то вариантами проигрывания ситуации. И садясь в игру, и создавая иллюзию времени, и вот иллюзию выбора у человека, получается, что наша душа, она как бы проигрывает этот же вариант. Ну, тут, который... Я не знаю, что люди выбора. Или я нашла? Всё-таки, мне кажется, выбор мы делаем. Выбор мы делаем, но одновременно, понимаешь, мы его делаем, но мы его делаем уже из-за снятых вариантов. А, ну да. Хотя при этом, хотя при этом, если посмотреть объёмы информационные, которые хранятся в информационной пространстве, то снятых вариантов может быть бесконечное количество. И тот вариант, который выпадает, это вариант, который находится в данном случае, в фокусе данной души, в фокусе её внимания. Куда направлено ничем внимания, тот будет проявляться. Вообще понятно, о чём я говорю? Не понятно, о чём я говорю. Я стараюсь говорить это всё очень простыми словами. Дело в том, что ключ к переписыванию очков в нашей ДНК это наше осознавание. Осознавание у человека легче всего происходит в трансовых ситуациях. Как будто поток открывается, у человека хобан и понеслось. Все вот эти осознания, они меняют нашу ДНК. К этому делу подошёл, если брать научную часть, к этому делу очень плотно подошёл профессор Горяев, и у него есть труды на эту тему. И его за это сейчас очень сильно гнобят в научном мире, потому что фактически, чтобы это всё доказать, надо приборы совсем другого уровня, чтобы снимали другой информационный срез с ДНК. Но при всём том, что учёные заявляют, что ДНК расшифровано в человека, но при этом они называют, что там порядка 95% идентического мусора, который достался из опыта прошлых воплощений или развития данного вида. Это всё увязывается, конечно, в восприятие чисто материальное, что этот мир отделён от нашего сознания, он существует, а не нас. Мы говорили ещё на первых клубах, мы можем воспринимать мир с точки зрения, что он отделённый, мы пришли в него, поиграли и ушли, но мы можем воспринимать его как продукт нашей психики. Если мы воспринимаем его как продукт нашей психики, то он и будет проявляться в том, что мы не просто так сюда пришли, мы его создали. Если мы его создали, и эта игра создана нами, мы в ней играем, в ней тоже есть правила накопления очков и правила игры. Накопление очков через ДНК — это момент такой, это игровой момент, мы так играем, мы так живем. И таким образом получается, что душа набирает очки, благодаря этим очкам разворачивается иллюзия времени, разворачивается. Она же помогает включать у человека его внутренний механизм в психике, который объясняет, почему у него будет проявляться то или другое, почему вот это проявить невозможно, а вот это возможно. И это делает его внутренний цензор, его внутренний критик. То есть вот эти все оправдания все равно происходят внутри человека. И таким образом, вроде бы как выбор есть? Есть, да? Фактически есть. И при этом все уже снято, и человек вроде как не участвует в съемках. И это тоже есть. Особенность интересная, вот особенность вот этого иллюзорного мира нашего и неллюзорного материального одновременно, это то, что здесь не существует союза ИЛИ. Союз ИЛИ введен специально программой УМА. Она в НАСА работает дополнительно для того, чтобы эта игра была интересной. Вы понимаете, если вы заведомо подключены к информационному потоку, вы все знаете, вы просто тупо сидите, кнопочкой выбираете вот это, это, играет, играть неинтересно. А если у вас есть программа сбоя постоянного, когда вас отключает, вам надо принимать решение уже, казалось бы, в отделенном состоянии, то игра становится уже интересной. И тогда уже возникает момент страдания. Момент страдания, он в нем заинтересован и бессознательный, на самом деле. В моменте страдания. При всем том, что оно от него уходит, оно его, оно стремится к любви, оно стремится к развитию. Но так как ключевой пункт стремления к развитию, то вы понимаете, что для того, чтобы сделать шаг вперед, чтобы упрямить вперед, надо сделать назад шаг и разогнаться. То есть вот этот элемент боли или элемент страдания, он позволяет людям, играющим, душам, делать шаг для того, чтобы сделать потом вскочок вперед в развитии. Он помогает развитию, поэтому... Выдайте тоже осознанность. Да, да. Чтобы включить ту же самую осознанность. Бессознательное все равно так или иначе будет с одной стороны уходить, с другой стороны будет проецироваться и провоцироваться ситуация для того, чтобы у человека был элемент страдания, для того, чтобы включить осознание, для того, чтобы набрать игровые очки. То есть это ресурс, когда резинка оттягивается для того, чтобы выстрелить дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова